Субтитры подогнал «Симон» 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 Многие из нас уже прошли эти возрастные группы. Я не могу сказать за себя, что я прошел эти возрастные группы, и мне лично будет очень трудно обучать группу, допустим, среднего возраста, потому что личный опыт укрепляет. То есть, если я не обладаю этим опытом, я не смогу расположиться так и поделиться своим опытом с людьми, у меня не будет вот этой взаимосвязи. В среднем возрасте, тем, которые по 35 и 60 лет, те, которые входят в этот возраст, некоторые люди проживают в возрасте, иногда там происходит средний кризис. Я точно не знаю, как это можно объяснить, а многие из вас уже, может быть, прошли этот, и вы лучше знаете меня. Но также могу сказать, что некоторые люди думают, что именно люди среднего возраста принадлежат к целому ряду политических, социальных и религиозных организаций и отдают общественной жизни все свои силы и время. Нужно учесть некоторые задачи развития в среднем возрасте. И я бы хотел сейчас сказать, первое, это то, что успешное владение трудовыми навыками. То есть, человек уже в таком возрасте, он уже имеет профессию, карьеру, он уже обладает какими-то навыками. Множество людей в этом возрасте, то есть, у них уже есть семья, дети, многие матеря уже полностью заняты воспитанием своих детей, помогают им в школе. А в основном родитель, значит, папа, он обычно занят своей карьерой. То есть, он весь втянут в карьеру и пытается как-то себя повысить в этой карьере. И, конечно же, возникают проблемы, и вот бывает, что человеку надо сменить карьеру. Вот это ряд целых проблем. Вот, значит, что еще значит? Планирование выхода на пенсию, также относится к этому. Возвращение к работе, это относится к женщинам. Привыкание к возрасту партнера, тоже в этом возрасте. Отношение к супруге, как к личности, нахождение новых интересов, недозволение привычного, возмещение за психологические изменения и развитие реалистических перспектив времени жизни. Пожилых людей, группа, значит, людей, которые 60 и старше, значит, это такая группа вот, которая уже прожила больше половины своей жизни. И многие молодые люди, они как бы в наше время сейчас, к сожалению, не уважают эту группу. Они как бы, она обходит стороной и не проявляет особый интерес. Но, знаете, Библия воздает без сомнения уважение и почтение взрослым людям. Вот, и мы должны это соблюдать. И церковь может отозваться на служение пожилым людям, развивая интеллектуальные и межличностные отношения. Нам, как бы, необходимо воодушевлять пожилых людей, обадривать их, настраивать. Вот. И призвать их, как бы, к самому развитию, вот, своего разума, как бы, чтобы они видели в церкви какое-то служение, чтобы они тоже стремились быть в этом обществе, помогать и чувствовать себя частью этого, частью этой церкви. И нам нужно всегда помочь им входить в эту жизненную церковь. Знаете, что, как бы, человек, который прожил более 50 лет духовной жизни, вот у такого человека действительно нужно спрашиваться совета. Вот. Так что, первое, это привыкание к положению пенсионера, вот, второе, это нахождение новых способов быть полезным, третье, это знакомство с социальной защитой, медицинской помощи и другими программами, четвертое, привыкание к уменьшению дохода, пятое, привыкание к жизни одному, шестое, отношение ко внукам, понимание процесса старения, высокий моральный уровень, а также сохранение личного образа внешнего вида и подготовка к смерти. Теперь мы поговорим о понимании того, в чем нуждаются разные группы взрослых. Что же необходимо одиноким людям? Им нужно осознавать себя принятым. Вместо того, чтобы чувствовать свою ценность, как Дитя Божие, они считают себя неполноценными из-за того, что они не женаты или разведены. Одинокие родители, вот в тех церквах, где есть одинокие родители, вообще церкви нужно отдавать какую-то поддержку, помощь. Это важный шаг освободить человека от стресса. У многих одиноких родителей есть финансовый стресс, есть эмоциональный стресс и стресс с детьми, так как их нужно воспитывать, их нужно в школу отдавать, нужно их учить жизни. Так что мы должны на практике помогать им и облегчая их от этого стресса. разведенные люди. Вот в такой группе людям можно помочь восстановить и принять их к участию в общении в церкви. Можно организовать группы поддержки, состоящие из самих разведенных. То есть человек, который уже разведен, он может помогать им уже вместе, а не поддерживать, будут вдохновлять друг друга. И также другая группа – это семейные. То есть одна из основных задач сводится к прикреплению и созиданию семей. То есть воскресная школа и малая группа должны направлять свое внимание на реальные вопросы родителей и детей, с чем они сталкиваются каждый день в своей жизни. И вот эти группы, они действительно нужны, потому что Библия, она была написана взрослыми для взрослых. И это очень будет хорошее назидание в церкви. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok